Новый виток БЛМ в стране. Казалось бы, только начали выяснять в суде, что икона протеста Джордж Флойд не был задушен белым полицейским, как новый случай. Почти по выражению никогда такого не было. И вот опять. Погромы в Миннесоте. Новый сезон. Хотя сценарий старый. Борьба за справедливость руками мародеров. На акциях протеста все уже отработано и продумано до мелочей. Своя медицинская служба, запасы провианта и воды, экипировка, каски, противогазы. Опытным бойцам и слезоточивый газ, и светошумовые гранаты не страшны. Выстраиваются в боевой порядок. Вроде римской черепахи. Только вместо щитов зонтики. Ну и арсенал уличный. Они вышли и бросали кирпичи, фонари, пивные бутылки и банки. Все, что вы видите на этом столе, летело в наших людей сегодня. Смена главного героя. Почти год назад это был 46-летний рецидивист Джордж Флойд. А теперь 20-летний Данте Райт. Полиция останавливает его машину из-за просроченных номеров. Но молодой человек оказывает сопротивление. По моему мнению, офицер хотела применить электрошокер, но вместо этого выстрелила в мистера Райта. Райт проезжает примерно с квартал, потом врезается в другую машину. Ранение оказывается смертельным. Мой сын удивительный. У него большое сердце. Он любил баскетбол. Инцидент происходит в пригороде Миннеаполиса, всего в 10 милях от того места, где погиб Джордж Флойд. И самое безумное, что наша семья связана с семьей Флойда. Его девушка была учительницей моего племянника. А вот та самая учительница дает показания на суде. Мы с Флойдом страдали зависимостью от опиоидов. Криминальное досье Райта не такое богатое, как у Флойда. Молот еще. Но все же обвинение в нелегальном ношении огнестрельного оружия и ограблении при отягчающих обстоятельствах. И судимости за мелкое хулиганство и продажу марихуаны. Данные от Fox News. Я знаю, мой сын был напуган. Он боялся полиции. Офицер Ким Поттер, что застрелила парня, сразу же увольняется. Ее задерживают, обвиняют в непредумышленном убийстве. Мать двоих детей 46 лет, 26 из которых отдает службе в полиции. Но как с таким опытом можно перепутать электрошокер и служебный глок? Они совершенно не похожи. Ты обычно не различаешь вес, поэтому так важно тренироваться много-много раз в год, чтобы у тебя выработалась мышечная память. Достал электрошокер, достал пистолет, чтобы даже при стрессе ты чувствовал разницу. Но когда тренироваться, если уличные протесты круглый год? Бывший американский полицейский Григорий Красовский объясняет специфику работы копов. Предупредительные выстрелы в воздух запрещены. Если стрелять, то сразу на поражение. В Америке полиция использует разрывные пулы для того, чтобы сократить шансы рикошета, что пуля отлетит. Пуля в тебя попала, она разрывается на 7-8 кусков, и поражение гораздо серьезнее. Поэтому почему этот парень, скорее всего, скончался от одной пули в туру? Потому что она разрывалась и поразила все, что печень, селезенка, сердце и так далее, легкие. Права на ошибку нет, хотя любую ситуацию можно толковать двояко. Вот закон штата Миннесота. Полицейский может применять так называемую смертоносную силу, если предполагает, что подозреваемый угрожает его жизни или жизни других граждан. Так нарушает ли закон офицер Поттер? Есть угроза, что подозреваемый может автомобилем на полицейского наехать. Когда он заново залезает в автомобиль, может он туда залез, чтобы что-то достать. Пистолет, нож, другое оружие. Полицейскому каждый раз приходится выбирать, чем рисковать – жизнью или свободой. Так что в нынешних условиях работа в мегаполисе уже не вопрос престижа, а головная боль. Если ты будешь правильно работать как полицейский, защищая жителей того района, тебе могут предъявить претензии, что ты расист, что ты полицейский садист, кому это лучше? И наоборот строится. Вот сооснователь движения Black Lives Matter Патрис Ханкаларс. Я верю в марксизм. Эту философию я изучила, когда только начала заниматься организаторской деятельностью. Мы учились понимать систему, которая критикует капитализм. Нью-Йорк-Пост уверяет, пока идут протесты, Ханкаларс скупает со своим другом, что возглавляет БЛМ в Торонто элитную недвижимость в богатых белых кварталах. Особняк почти на полтора миллиона долларов в Малибу, дома в Калифорнии, Лос-Анджелесе и ранчо в Джорджии, где даже взлетная полоса для малой авиации есть. Но общую сумму – 3 миллиона 200 тысяч долларов. Нет ничего более марксистского, чем купить недвижимость стоимостью больше трех миллионов долларов. Впрочем, рядовые активисты на такие разоблачения внимания уже не обращают. Они заняты делом. К темнокожим присоединяются латиноамериканцы. Еще месяц назад полицейские убивают Чикаго 13-летнего Адама Толеда. А теперь под давлением улицы публикуют видео с нагрудной камеры офицера. Видно, что подросток готов сдаться, но копы на взводе. Снова выстрел на поражение и смертельное ранение. Роман Никифоров, Мария Солопова, Сергей Боровский. Программа «Вместе». Роман Никифоров. Роман Никифоров. Роман Никифоров. Роман Никифоров. Продолжение следует...